здравствуйте друзья у нас вопросик есть сейчас очки достану пока очки достаю вот мне студент прислал из онлайн его класса зовут его вахи он утверждает что это прямо из армении такой национальный головной убор я честно говоря никогда на людях такого не видал и когда там даже попытался спросить вот у наших там у нас есть пару армян в классах я уж как называется вещь говорят не знаем граждане если кто-то знает как называется вещь так вы мне напишите там в комментариях а мы переходим к вопросу значит можете ли вы посоветовать как делать хорошую мину при плохой игре у меня на работе бывают ситуации когда мне говорят делать то что мне совсем не нравится делать ту работу которая мне не интересно оставаться после конца рабочего дня понимаешь не нравится ему так как можно и внешне не подавать виду и внутренне правильно себя настроить я думаю поменять работу но пока не нашел вариант хотел бы не портить отношения на текущем месте да значит приходится как-то мириться с тем что не нравится я могу сказать что это как бы каждый человек так может сказать что вот есть вещи которые мне не нравятся но я мирюсь но по большому счету по большому счету для того чтобы жизнь человека была нормальной такой хорошие добротные качественные в этой жизни должен быть баланс это не значит что мы должны там доминировать всех раздавить там ни с кем не считаться вот хотел сделал так захотел там сделал иначе и на всех мне наплевать это не не то чтобы цель какая-то такая была вот такая но должен быть баланс то есть надо получать что-то хорошее такое от жизни что компенсировало бы может быть не такое хорошее с чем можно мириться а есть вещи с которыми ты не можешь мириться а другой может пойти кто-то может украсть кто-то может убить пройти у него свой баланс вот а здесь как бы баланс другой вот остался там сверхурочные и у него же баланс нарушен сильно вам конечно надо поработать годик кремниевой долине вообще перестанете замечать что такое сверхурочные поскольку урочных не увидите а только сверх но это отдельно так вот я не не критикую наоборот набор я не я не считаю что работать как кремниевой долине это нормально но просто здесь такие свои правила свой баланс понимаете вы спросите а почему люди рвутся сюда со всей я не знаю со всей планеты в эту кремниевую долину ладно с планеты но вот американцы которые казалось бы привыкли по другому стандарту там жить и вот они рвутся сюда чтобы иметь возможность работать этот самый овертайм несчастный знаете то есть что-то же компенсирует ни один нормальный человек не скажет я хочу работать овертайм и все и чтобы еще денег не платили уже что-то за это должен получать поэтому я думаю что ключ вот к ответу на этот вопрос состоит в том что должен быть баланс этот баланс вообще это достаточно общее такое понятие она всюду присутствует но вот раз вопрос возник вот этот вопрос значит мы тогда начинаем смотреть на баланс и мы говорим о чем чем балансируется скажем или или скажем так чем бы можно было сбалансировать то что приходится делать то что ты не хочешь и или там тоже приходится оставаться там после работы при этом надо всерьез понимать что ну где бы ты ни работал тебе всегда придется делать что-нибудь такое чего ты делать не очень хочешь и любишь там и тогда это как бы всюду так я я не знаю если такая работа вообще где не приходится вот я на себя смотрю я думаю вроде я живу как-то я пошел там на какой-то psychic шоу ну эти знаете собираются эти гадалки там маги вот и там женщина одна она там что-то там про мечту там что-то такое и она смотрит на меня и говорит you love your dream то есть ты живешь своей мечте и это правда я я думаю я живу в своей мечте но 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 значит ли это что я не делаю чего-то периодически чего мне не хотелось бы делать мне приходится разговаривать с людьми которые неприятно разговаривать постоянно приходится мне приходится разбираться в конфликтах которых мне совершенно не хочется разбираться хотя мне приходится ну что такого но у меня есть компенсация я я компенсирую это чем-то ради чего я готов все это как бы совершенно спокойно переносить меня не так слой не так легко вышибить из такого нормального благостного состояния и так далее это достаточно сложно но ну и мой баланс тоже можно нарушить о чем речь у всякого человека баланс который можно нарушить значит глубина если мы смотрим на вот ситуацию молодого человека я думаю что здесь есть два очень очень принципиальных моментов значит момент первый состоит в том существует ли в природе в природе имеется ввиду в зоне досягаемости для этого человека существует ли в природе тот баланс который бы он хотел иметь достичь которого он хотел бы потому что если этого баланса в принципе нет ну то есть куда не пойдешь работать а там нужно вот это делать я вам скажу другое ваш баланс может разрушиться в другом месте в совершенно другом направлении например если здесь вам не нравится то что вы делаете или так приходится делать в другом месте вам могут не нравиться люди с которыми вы работаете у меня знаете есть смешная история я вам расскажу так она косвенно у нас училась девочка ну женщина одна училась там лет сорок там не знаю два она маленькая такая китайская женщина она была большим начальником когда-то ворокли в этой иерархии но потом вышла замуж за американца родила двоих деток лет семь-восемь не работала в общем пришла к нам они зажиточные то есть денег у них много но хочется работать детки подросли она пришла к нам учиться получилась на одном проекте побыла на другом потом уже ее взяли какую-то серьезную контору с учетом заслуг оракла ну в общем была она на приличной должности должности называлась киеве и директор это выше чем менеджер да то есть под под директором есть несколько менеджер и однажды она приходит уже через несколько лет и как посоветоваться надвигу давай значит говорит ты понимаешь ситуация у меня есть коллега из индии мужичок который по должности не киеве директор а синьер и директор но я говорит она ему не подчиняюсь он где-то еще вот там вот совершенно других проектов я с ним дело по работе не имею но иногда бывает там совещание всевозможное и и вот нужно какие-то решения более общие вырабатывать и с ним невозможно общаться я буду например она говорит ну вот понимаешь он меня ставит или в тупик вот я не знаю что сказать я говорю давай пример она говорит ну вот где вчера говорит там я могу вот так 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 объясняю почему это правильное решение он ведь нет поэтому мы так делать не будем это надо это почему он ведь потому что ты директор а я синьер директор говорит он ей может быть это часть индийской культуры я когда ребятам рассказываю они говорят да обычное дело вот для них это обычное дело и она говорит я сразу теряюсь не знаю даже что сказать и я ей говорю послушайте это очень легкая ситуация следующий раз когда он так сделает скажи ему факю значит и она знаете она так сложила ручки на груди мечтательно глаза вверх подняла и ведь майкл а выше в андрей окон айкин соединить да то есть значит как как бы я хотела в какой-то день вот так ему и сказать теперь вот но но есть такие люди с ними дело иметь невозможно понимаете я к чему рассказывать вот у нее баланс рассыпался на этом месте у нее все хорошо она на своем месте она делает интересную работу она получает хорошие бабки у нее все замечательно вот кроме того что пик и ее баланс который она в жизни своей хотела бы ведь нарушает вот этот козел с которым невозможно разговаривать что делать войну объявить что делать доносы на него писать где наркотики в карман подложите в полицию позволить ну что вот с ним делать знаете поэтому к чему я говорю пойдешь другое место и еще это еще не знаешь где как и кто тебя в смысле этого баланса может поиметь основательно поэтому вот я бы начал с того чтобы об этом подумать потому что если нет баланса такого уж прям вот ну так может и не отношение просто оно само изменится когда ты поймешь что это то чего поменять изменить нельзя начнешь к этому иначе относиться в принципе искать другую работу вообще дело неплохое не потому что там кто-то вас заставляет сверху ручной работы а потому что вообще надо двигаться надо расти я не знаю вот как бы по американским понятиям я я считаю что это неплохо особенно когда ты еще небольшой начальник там и не то что должен держаться за эту работу от тебя есть куда двигать двигай вот значит дальше что сейчас там была вторая часть этого вопроса ну-ка я посмотрю как себя правильно настроить внутренне но вот через понимание ситуации через понимание ситуации значит вот я я бы с этого начал что касается сверхурочных я как бы знаете внутренне имею такое убеждение что сверхурочные вообще это результат плохо организованной работы она может быть в разных направлениях плохо организованного допустим нету денег нанять больше людей но тогда в стартапах за это дают например там на стаку общего знает она бегит людям компенсировать за то что они работают а сверхурочные то есть процесс так организовываем ты нам сверхурочная мы тебе вот скажем денег нет но вот мы тебе из будущих денег даем возможность получить а так в принципе это все от того что плохо организованная работа чего-то не хватает профессионализма не хватает у менеджмента и так далее вот но опять вы спрашиваете себя мне этот сверхурочные дают что-то в жизни это просто лишняя нагрузка и все то есть я экстенсивно так как-то вот так увеличил количество часов а для себя ничего не получил в принципе возвращаюсь ко второму то есть если работу поменять можно если баланс где-то существует вы считаете и так далее ну так ищите другую работу я не думаю что нужно как бы сказать если не ладится да не нужно пытаться на месте это все ну двигай дальше может быть потом выяснится что тебе ты был там счастливее чем где-то еще это бывает у меня тоже такое было вот у меня не бы самые мои счастливые времена были когда работал в цкб министерства связи после того как закончил институт связи пойти абсолютно счастливое время вот и молодым специалистом был голова не болит как хорошо или вот там в садике в детском знаешь тоже хорошо а потом большие уроки надо делать чем начинается все это но ты же растешь правильно так что значит где найти силы как бы чтобы не испортить отношения чтобы как бы ну не подавать виду да как то хорошую мину там при плохой игре вот в этом силы и находятся вы спрашиваете себя почему я это делаю почему я сегодня не уволился у вас есть причина сегодня не уволиться вы себе говорите я уйду тогда когда я скажу себе что пора уходить я уйду отсюда на моих условиях они не увидят не узнают не поймут не догадаются до последней секунды они будут думать а чего же он ушел такой был счастливый человек как ему было прекрасно с нами вдруг взял и ушел я знаете чем вспомнил мы когда провожали вот у нас есть приятель саша алекс который натяжные потолки вот я его показывал связи с натяжными потолками мы с ним учились в институте вместе и он приехал на десять лет раньше нас и вот когда мы сашу провожали а это был 81 2 я у меня что-то сбилось то ли 81 то ли 82 год день космонавтики был двенадцатый апреля в общем мы приехали в шереметь его провожать а такое время знаете было вот как как война то есть ненависть такая со всех сторон там вот так на этих отъезжающих смотрели так нехорошо и вот там значит то есть какой-то родственник там был такой такой еврейский интеллигент такой в очках такой мужчина очень интеллектуальной внешности там у него жена с ним ну и когда уже саша с мамой там с наташей они перешагнули там такая линия есть из-за которой обратно нельзя уже то есть тебя прошмонали и ты уже там вот и вдруг значит это жена его а там все в переживаниях это даже не просто ехали люди а тогда ехали на всегда тогда уже шансов-то не было встретиться если только сам потом не уехал носим она в эмоциях она что-то такое там расплакалась что-то такое и вот этот очкарик интеллигентный он ее значит так значит так прижимает и говорит там дура ну как я не знаю как ее звали это дура не плачь он говорит а вокруг там какие-то вот и гбшники там вот такая там много такой паршивых рож таких сволочных сидя стоят наблюдают такие и она ведь он играть дура не плачь пусть они наших слез не увидят вот я к чему рассказываю и вы не плачете пусть они ваших слез не увидят понимаете потом тоже подъедете вместе со всеми эмигрируете в другую в другую организацию вот и будете там искать свой баланс так вот я думаю что мы с вами по веселому заканчиваем на там есть место нет места на хорошей такой доброй ноте все они тесты смотри как и маленький там спрятался понимаешь не видно было ну ладно сейчас мы мы встанем вот так что друзья мы с вами прощаемся я приехал на работу вот и я не вижу особых проблем тому человеку он просто немножко задумался но это не то чтобы давайте я камеру поверну он немножко задумался потому что видимо ему до этого раньше было более комфортно вот но баланс сделал такое сегодня есть завтра нет баланс нарушили значит ищешь или принимаешь то что есть и говоришь ну это лучшее из того что допустим можно было бы сегодня иметь на руках из чего можно выбирать если это лучше значит говорит так мне повезло вы еще и везунчик может быть даже подумаешь там over time или что-то вам там не нравится делать может быть то что вам не нравится делать может быть это очень важно может быть кроме вас никто этого так хорошо не сделает как вы ну не я не знаю может быть может быть ничего страшного счастливо ну 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 это и